На Псалом 106. Аллилуйя. Много раз мы указывали, что Ветхий Завет есть тень нового. Не менее легко убедиться в этом и из настоящего Псалма. И он, с одной стороны, предрекает освобождение иудеев, а с другой предсказывает спасение всех людей. В 104-м Псалме были изображены обетования, данные Богом патриархом, и дары, полученные потомками их. В следующем за ним Псалме, помимо благодеяния, описана и неблагодарность иудеев, и постигшие из-за нее бедствия. А настоящий Псалом предсказывает освобождение от плена по неизреченному человеколюбию Божию. Но так как и те Псалмы в образах сени говорили о том, что принадлежит нам, то и в этом Псалме поищем предсказаний о нашем спасении, потому что существенное в пророчестве относится больше к нам, чем к тем. 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Опять пророческое слово повелевает прославлять благодетеля Бога. Повод же к прославлению находит в его человеколюбии. Конечно, говорить так могли бы только люди, избежавшие бедствии, благодаря исключительно милости Божией, без всякого содействия со своей стороны. И такая милость для достигших чего-нибудь временного непродолжительна. Для удостоившихся же вечных благ она вечна. А между тем сказано, милости вечную помиловал Тебя. Сказано это о том, который творит милость в тысячи любящих Его, и уготавляет им то, что око не видело и ухо не слышало. Исайя 54, 8. 1 Коринфян 2, 9. Благой и добрый, здесь, конечно, синонимы. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил он от руки врага, показав в предшествующем псалме, где было сказано, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим. Отвержение народа иудейского, здесь пророк говорит о призвании язычников со всей вселенной, собираемых и исторгаемых спасителем из рук дьявола для святой своей церкви. Напрасно, конечно, ожидает иудеи, что они, собравшись из рассеяния между язычниками, будут сами по себе обитать в иудее. За истекшую тысячу лет со времени пленения их в Вавилоне этого не случилось. Призвание же язычников совершилось на деле. И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Мы не видим, чтобы это исполнилось на иудеях. Они по всей вселенной живут рассеянно. Церковь же из язычников Господь призвал и собрал во всех пределах вселенной, восточных и западных, северных и южных. И такие собрания можно видеть повсюду, на суше и на море. Только в слабой степени подобное можно было бы сказать об иудеях, когда одни из них возвратились из Вавилона, другие же в небольшом числе были собраны из Египта и окрестных стран. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Жизнь призванных из язычников прежде была безводной и бесплодной. Как язычники, лишенные разума, они заблудились и предавались служению безгласным идолам. В то же время чуждые жизни Израиля, они томились голодом и жаждой души, потому что лишены были разумной пищи и духовного питья, согласно со словами «не голод хлеба, не жажда воды, но голод слышание слов Божиих». Конечно, и для иудеев Вавилон был пустынным и безводным. В пустыне был он в отношении Бога, и народ иудейский, находясь там в рабстве, был лишен духовного орошения. Точно так же и уверовавшие из язычников жили в безводной пустыне, не имея упования и будучи безбожными, как говорит апостол. «Они обитали в пустыне и находили города обитаемого. Ни иудеи не были в силах убежать от своих поработителей и возвратить все свое отечество. Ни уверовавшие из язычников до вочеловечения спасителя не нашли пути, ведущего к божественному городу. Под городом же здесь нужно разуметь общество благочестивых. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Голод божественного учения томил тех и других. Как иудеи рабство в Вавилонии и священников были лишены, и подзаконного служения не могли исполнять, так и язычники, с другой стороны, ни закона божественного не получили, ни учения духовного не удостоились. А между тем то и другое составляет свойственную душам пищу. Этим-то голодом угрожал Бог иудеям. «Пошлю, — говорит, — голод на землю, не голод хлеба. Но возвали Господу скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». Из иудеев волей благочестивой возносили молитвы к Богу. Об этом свидетельствует пророчество Даниила. И сам он, и она, и Азарь, и Месаил, молясь о всем, и спросили себе божественную милость. Язычники же, подавляемые различными несчастьями, стонали и предавались воплям и безутешному плачу, не имея надежды воскресения. Конечно, они не просили у Бога всяческих избавления от одолевавших их зол. Тем не менее, человеколюбец видел их воздыхание и простер им свою милость. Ведь, конечно, когда язычники, как я сказал, бедствовали вследствие лишения сказанных благ, предстоявшие за них ангелы Божии, подобно пастырям человеческого стада, взывали к Богу о том, чтобы им был послан общий спаситель. И человеколюбивый Бог наставил их на путь правый, который есть спасительное слово евангельское. Оно привело нас в небесный город. Почему и повелевается нам проповедовать всем людям чудеса Божии, чтобы все, узнав о бывшей нам благодати, поспешили к тому же самому спасению. А может быть, кто-нибудь прибавит, что в древности иудеи, притесняемые в Египте, взывали к Богу. Если и теперь они сделают это, то через то достигнут совершенной свободы во Христе. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Иудеям Господь даровал возвращение через Кира Персидского. Через святых же апостолов он наставил язычников и показал им вышний город, имеющий основания, которого художник и строитель Бог. Ивреям 11.10. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Чудеса Его над сынами человеческими, конечно, приносят Богу благодарственную песнь. Не милость, не чудеса, но те, которые получили такие блага. Дивно и достойно удивления освобождения иудеев, но еще удивительнее и замечательнее спасение вселенной. Перемена к лучшему, конец заблуждений и познания истины. Всего этого виновница божественная милость. Потому что не отдел праведных, которые мы сделали, говорит божественный апостол, но по своей многой милости спас он на звании возрождения и обновления духом святым, которого излил обильно. Титул 3.5. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. И иудеев, томившийся в радстве и озлоблении, истоевавших от духовного голода, освободил Господь от тяготевших над ними бедствий, и всякую человеческую душу Он напитал божественным мучением, освободил от мрака неведение и просветил светом богопознание, а покрывавшую нас тень смерти рассел, подав надежду воскресения и разорвав крепкие узы греха. Пленники своих грехов, говорит Премудрый, и горе, привлекающим грех ко греху, и душой пустой в собственном смысле можно назвать ту душу языческую или иудейскую, которая лишена духовной пищи. «Моя пища – творить волю пославшего Меня». Ведь и эта пища, и при том самая лучшая пища, почему и Христос говорил «блажены алчущие и жаждущие правды». Все это сделал Христос, насытив вселенную такой пищей. Тенью смерти ты, не погрешая, можешь назвать и длослужения, и дела безбожие, потому что они закрывают для нас истинную жизнь. Ими мы издавна огорчали Бога и раздражали совет Вышнего. В самом деле должно было в величии и красоте тварей созерцать рода начальника всего и в создании мира уразуметь невидимую силу Его и Божество. «А мы, как слепые, пребывая во тьме и тени смертной, связанные и ослепленные в отношении разумных сил души, изменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим, присмыкающимся, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Причиной всех этих бедствий для иудеев и для всех людей служит грех. И те в отмщении за грехи преданы были в рабство вавилонянам. И все люди подпали тяжести труда после преступления заповеди, потому что тогда услышал Адам эти слова. «Проклята земля в делах твоих, в печали будешь есть всю жизнь твою, терни и волши произрастить тебе, в поте лица твоей будешь есть хлеб твой, доколе возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо земля ты и в землю возвратишься». Среди таких несчастьей они не нашли никакого разрешения от окружавших их зол, но предавший их в эти бедствия сам даровал им и освобождение. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Пожалев как тех, так и других, одних Он избавил от постигших их несчастья, а других освободил из тьмы неведения и расторг узы их рабства. «Тенью смерти ты можешь назвать и благослужение, и безбожие, которые прежде удаляли нас от истинной жизни, огорчая Бога и раздражая совет Вышнего. Тогда сердце наше смирилось под тяжестью греха, так как нас оставила врожденная разумная сила, которой никто не мог возвратить, потому что все из них могли и не было помощника». Совершение этого великого дела сохранилось для одного только Слова Божия. Что же касается слов «растерзали узы их, расторгли», то они означают совершенное отпущение грехов, какое нам даровала благодать Спасителя. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил». Вратами медными и железными вереями пророк назвал «неумолимость зла», «как заключенному внутри таких ворот и дверей невозможно убежать». «Так немыслимо было и иудеям избежать порабощения вавилонян, а всем людям власти смерти». «Только одна божественная милость была в состоянии разрушить державу и тех, и этой последней, и принести облегчение горести». То же самое во второй раз сказал псалмопевец при повторении его благодеяний. Он показывает падение человеческих душ до смерти, почему и просил его о снисхождении до смерти. И исполнивши это, Господь сокрушил врата, ни для одного смертного неодолимые, и потому называемые медными и железными. В книге Иова Господь говорит «Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны, отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной, обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это». Иов 38, 17. «Он один только покрыл наши беззакония, которые увлекли нас до врат адовых». Их 17. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Ни для иудеев, ни для людей вообще бедствия не были несправедливыми, но и те, и другие несли наказание за то, в чем согрешили. Однако и тех, и других, утопавших в столь великом зле, Господь удостоил спасения». От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Иудеи, объятые множеством зол, не могли принимать даже пищи. Это и в другом псалме, как бы от лица их пророк сказал, так что забывали есть хлеб свой. Псалом 101, 5. А язычники не хотели слушать наставлений собственных философов, почему одни осудили на смерть Сократа, другие подвергли Анаксарха неслыханному наказанию, третьи, тяжко оскорбив последователей Пифагора, причинили им преждевременную смерть. Однако и их Бог всяческих привлек к участию в бессмертной пище, побудив приступить к ней с полным расположением, и освободил из врат смерти. С другой стороны, можно разуметь здесь и ту духовную пищу, о которой Господь говорит апостолам. Итак, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Все роды этой пищи сделались гнусными для людей. Ни естественного, ни писаного закона они не сохранили, и поэтому приблизились к вратам смерти. Вратами смерти были для них грехи, к которым они приблизились, тогда как им следовало от них удаляться, потому что насколько они приближались к ним, настолько неизбежно удалялись от врат жизни. Но хотя они и далеки были, Христос приблизил их к себе Своею кровью, но воззвали к Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Стих 19. Для Бога имеет значение не вопль, устами испускаемые, но душевное расположение. Так о Моисею, сохранявшем молчание, Он говорил, что вопьешь ко мне? Исход 14.15. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Бога Слово, вочеловечившийся и постный как человек, как Бог Он, конечно, не описуем, везде присутствует и все содержит в себе, исцелил всякие душевные раны и укрепил развращенные умы. Так Он исцелил ту грешную женщину и внушил ей быть бодрой. Лука 7.47. Так расслабленно укрепил, сказав, прощаются тебе грехи твои, так разбойник Он ввел в рай, так мытори сделал учителями вселенной, так приступающих к всесвятому крещению возрождает и очищает, исцеляет от всяких греховных ран. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. За все это, говорит, по справедливости следует прославлять человека-любивого Бога, явившего столько милости и даровавшего нам необычайное спасение. Нужно не только знать чудеса Божии, но и неведущих их научать и всех побуждать к воспеванию Ему торжественных песней. При этом должно заметить, что и здесь пророк убеждал принести Богу жертву хвалы, а не жертвы бессловесных. Следовательно, и здесь он отбрасывает подзаконное служение. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. С явлением людям Слово Божие настоящее пророчество весьма последовательно соединило воспоминания об апостолах и тех, которые разделяли их труды, и потому что они были сходящие на море в судах в точном и буквальном смысле, как свидетельствует о них Священное Писание в Евангелии. Притом здесь же пророк внушает совершать новые таинства, Нового Завета говоря, и да, приносят Ему жертву хвалы и да, возвещают о делах Его с пением. Об этом говорит евангелист Матфей, 4 глава, 18 стих. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за Мною, «И сделаю вас я ловцами человеков». Оттуда, идя далее, увидел он другие двух братьев Якова, Зередеева и Иоанна, брата его в лодке с Зередеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. Таким образом, эти слова Псалма относятся к апостолам, как будто отвечая на чей-то вопрос, кто это такие? Пророк прибавляет, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах и дальнейшие, и на них все это исполнилось во всей силе. В самом деле, когда ученики Спасителя нашего плыли вместе с ним, то была великая буря на море, говорит евангелист, так что корабль покрывался волнами. Тогда они, припавшие к нему, говорили, «Господи, спаси нас!» И он запретил ветрам и морю, и наступила великая тишина. Матфея 8, 24. Вот именно что значит увидеть дела Господни и чудеса. Его в пучине. Пророк обращается здесь к сравнению. Он имеет в виду, что как мореплаватели, пересекая великие моря, бывают свидетелями разнообразных проявлений божественного могущества, причем нередко буря ввергает их в большие затруднения, и они достигают спасения вопреки человеческим расчетам, так и иудеи. После таких несчастий, получившие освобождение, познали на себе силу Божию. Равным образом и все люди, видя необыкновенную перемену в обстоятельствах, рассеяние прежнего заблуждения, тишину, повеявшую на души, и пристань воскресения, удивляются виновнику всего этого. Здесь, под морем, нужно разуметь жизнь нашу, под кораблями, церкви, в которых апостолы потрудились над делом спасения, очевидно, среди множества людей. Видели они и дела Божии, то есть создание Его и чудеса, то есть знамения, какие Он устраивает наше спасение, положил в глубине, то есть в мудрости, с которой Он устраивает наши дела. Конечная глубина – это мудрость Божия, с ее непостижимостью и неизмеримостью. Он речет и восстает бурный ветер и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Этим пророк научил, что по его мановению приходят и печали, и радости. Разумеется, здесь искушение, которое возбуждает дух бурный, то есть противный, когда Бог позволяет ему для упражнения и явления праведных. Бог сам показывает, как именно Он позволил дьяволу искусить Иова, говоря, Иов 43, «Ты хочешь не спровернуть суть Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» Именно чем для золота огонь, тем для душ служат искушения, расплавляя их не для того, чтобы погубить, но для того, чтобы обнаружилось, какой блеск они имеют. «Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает». 775. Продолжается то же сравнение. Он говорит как будто о мореходцах, а в действительности имеет в виду разнообразные несчастья душевные, которых никто при помощи человеческой мудрости не в состоянии разрешить. В самом деле и кормчая, подобно пьяным, бросаемая туда и сюда. Когда разыграется волнение, бывает даже напрягаясь во свои искусства, не в состоянии справиться с ужасами бури. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Когда плавающий в море призывает его, он простирает им свою помощь, и по его мановению тотчас буря сменяется легким веянием ветра. Волнение моря утихает, и угрожаемой бедой в его благодатной помощи находится избавление от беды. Так и иудеи освободились из своего горького рабства и приводят их к желаемой пристани. Он только пожелал и положил конец бедствиям, и вместо бури явилась пристань. Это относится больше к нам, чем к иудеям. Нас Он действительно направил в пристань своего желания, даровал нам божественное знание. Это пристань, очевидно, Его царство. Оно по справедливости называется пристанью, так как в Него не достигает волны искушений. И при том, конечно, оно есть пристанью желания Христова, так как таково было желание Христа. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы где я, и они были со мною. Иоанна 17, 24, 31. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Вслед за апостолами вспоминается церковь Ее священство. К благовестию о благах должно было прибавиться и это. Нужно, говорит, в церкви язычников прославлять Бога, творящего необычайные дела. Язычники и иудеи переменились взаимно с своим положением. Иудеи отвергнуты за свое нечестие, лишенные явления ангелов и служения пророков. Самая страна их и город, прежде приносивший благие плоды, со времени восстания на Христа остается бесплодным. Не будучи столицей, не имея ни святилища, ни святого святых, ни священства, ни царства, лишившись свободы, они подчиняются языческим законам. Церковь же язычников безводная прежде, пустынная и блуждающая, ныне исполнена благ, сама насыщает голодающих и составляет божественное общество. Она и есть населенный город, в котором и духовная пища, и небесный хлеб. Он превращает реки в пустыню и источники вот в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Как можно видеть, это постоянно бывает у уверовавших народов. В самом деле, во всех церквах по вселенной, всенародно, под предводительством священного собора воспевают благодетеля, превознося чудеса божественного человеколюбия. Прославляет же его достигшие спасения под впечатлением виденного или необычайного переворота. Действительно, напаяемые прежде обильными пророческими реками и приносившие зрелый плод теперь не получают даже ничтожной влаги, но за свою развращенность совершенно лишены прежнего орошения. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. Язычники же, бесплодные в древности и не имевшие даже скудного источника, теперь наводняются водами учения, получая духовные струи выше меры. Но заметь, до какой степени сказанное здесь о церкви согласуется с тем, что проповедовал Исайя. Ведь и он говорил, сделаю пустыню озером и сохшую землю источниками воды. Исайя 41.18 И поселяет там алчащих, и они строят город для обитания. Тех, которые прежде истоевали от голода, терпели лишения духовной пищи, Господь поселил на тех реках и совокупил их в благочестивое общество. Засевает поля, насаждает виноградники, которые приносят им обильные плоды. Небесное семя от апостолов, всегда передаваемое по преемству, посевается в душах, приготовленных покаянной жизнью, о чем говорит Спаситель. Сеющий семя, когда посеял, то иное упало при пути, другое на камни, а иное посреди терния, а иное на добрую почву. Насаждаются и виноградники, то есть существующие повсюду на земле церкви, согласно со словами «Я насадил виноградник подоносный и истинный» Иеремия 2.21 «И виноград был возлюбленный мой на вершине уточненной горы. Виноград у Господа Савофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его» Исаия 5.1 Конечно, насколько относилось это к иудейской синагоге, настолько теперь относится к церкви из язычников. А что язычники принесли плод правды, об этом говорит Спаситель. «Отнимется от прежнего народа Царство Божие и дастся народу, творящему плоды его, приносящему» Матфея 21.43 «Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет» 777 Пророк употребил здесь образное выражение, и Господь часто прибегал к подобным сравнениям, и то апостолов называл женицами, то самого себя сеятелем и земледельцем, а тех, которые с готовностью принимают семена учения тучной землей. И апостол говорит, «Я насадила, полос поливала, все же возрастил Бог, а в другом месте Божие насаждение, Божие здания». Итак, апостолы посеяли семена спасительной проповеди, и насадили для Бога духовные сады, и принесли ему зрелый плод правды. И все, все после них, уверовавшие учение Христову, продолжают делать то же самое. А, конечно, сеющий седра щедро и пожнес, по словам божественного апостола. Скотами же называют тех, кого они пасут, и которых Господь умножил, даровав силу чудотворения. Это подтверждает блаженный Лука в деяниях. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. 2.47 И сам Господь верующих называет овцами. Овцы мои, говорит, слушают голос мой. И умолились, и озлоблены были от скорби и болезни. Итак, эти, говорит пророк, некогда обитавшие в безводной пустыне, уверовавши, удостоились столь великого процветания и благословения, те же, которые прежде наслаждались струями пророков, будучи затем лишены их за оставшись совершенно пустынными и бесплодными, подверглись различным несчастьям и были рассеяны по всей вселенной, как так, что их отеческий город, некогда многолюдный, теперь населяется немногими. Он изливает бестестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Это пророчество подтверждается делами. В самом деле, те, которые выдают себя за князей, их и учителей, не имеют никакого значения. Некогда славные и знаменитые они теперь совершенно ничтожны и у своего собственного народа пользуются презрением. Затем, хотя телесно иудеи и умножаются, согласно пророчеству, и было число сынов израиль израильев израильев как песок морской но не всех их дух святой признает достойными. Через пророка Исаию он говорит, если будут сыны израильев как песок морской, только остаток спасется. 10-22 что именно говорит и теперь то есть умолились и погибли среди бедствий и несчастья. На это большинство народ выдававшиеся же по своим достоинствам и знаниям были преданы уничижению. Их именно Бог и позволил блуждать по непроходимым путям. Бог не вводит заблуждения, но неповинующихся ему оставляет без своего водительства и конечно без руководства кидаемой туда и сюда они заблуждаются. Это и потерпели иудеи, оставивши правый путь, они следуют собственным измышлениям. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его как стада овец. Это говорится о церквах, основанных в городах и странах, и спаситель говорит о своем народе, овца мои, слушает голоса моего, но пророк говорит об этом еще как о будущем, а не как о настоящем. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Видя это, верное путям правды исполняется радость, а предпочитающее жить в нечестии и беззаконии, принуждены проникнуть в землю и молчать, обуздываемые судом правды. Что узрят иное, как не переворот от худшего к лучшему? Поэтому созерцавшим исполнение пророчеств спаситель говорит «Млаженны ваши очи, что видят, ибо многие пророки желали видеть и не видели». Матфея 13, 16. Под беззаконием нужно разуметь дьявола и всякого склоняющегося к беззаконию. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Х43 «Величие их является задачей для ума и духа и для своего понимания требует мудрости. Но уразуметь домостроительство Спасителя, исполненное человеколюбие, и соблюсти божественные законы дано не всякому, а только взывающему ко владыке «Открой очи мои и уразумею чудеса закона твоего». А говорит «Уразумеет потому, что предполагает это познание имеющим быть у верующих из язычников. Слава Христу во веки веков. Аминь».